В Питерской подземке сегодня прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате трагедии погибли 10 человек. Всего пострадавших, по разным данным, от 20 до 50. Все подробности трагедии далее в сюжете. Эти кадры сделали очевидцы трагедии. Станция метро «Синая площадь» – исторический центр города. Покорежены после взрыва вагон поезда и клубы дыма. Кровь погибших и пострадавших на перроне. Впрочем, одной лишь линией, на которой произошло ЧП, власти Петербурга ограничиваться не стали. В связи с происшествием движение поездов остановили на всех пяти ветках метрополитена. Прилегающую к метро «Синая площадь» территорию оцепили. На место прибыли сотрудники силовых органов. Еще одну бомбу обнаружили на станции «Площадь восстания». Ее мощность – один килограмм в тарателовом эквиваленте. Взрывчатка была замаскирована под огнетушитель. Ее удалось обезвредить. Позже Генеральная прокуратура России сделала заявление. Уголовное дело возбуждено по факту теракта и незаконного оборота оружия. Личности диверсантов до сих пор не установлены. Однако некоторые российские СМИ уже опубликовали фото предполагаемого исполнителя. Вот он, человек восточной внешности. Имеет ли отношение к группировке ИГИЛ – пока неизвестно. Также в интернете появилось видео одного из российских телеканалов, на котором якобы видно человека, подложившего бомбу в подземке. Он стоит у станции метро «Синая площадь». Однако подтвердить достоверность этого ролика невозможно. Пострадавших тем временем продолжают доставлять в больницы. Произошел хлопок, взрыв неустановленного устройства, в результате которого пострадали более 20 человек. Погибло порядка 10 человек. Все подъезды к месту происшествия до сих пор блокированы. На карте метрополитена эпицентр взрыва обведен квадратом. Движение в этом районе сейчас затруднено. По городу можно передвигаться только на наземном общественном транспорте. Когда заработает подземка, до сих пор не ясно. Проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и такси сегодня сделали бесплатным. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур в городе. Ирина Иванова, подробности, телеканал «Интер».